здравствуйте мои хорошие нашел я место где можно поспать и вечером мы выдвигаемся штурмовать очень важный момент это нужно сделать по тихому иначе по итогу мы потеряем члена команды шаровая молния так рядом пришла отчетливо слышал звук шуровой молнии а вот вот слышу она получается может спавниться где угодно значит что-то в этот раз молчаливый да а ты предлагаешь мне снизу пойти понял она я пришел эти выберем нож на всякий случай даже не знаю откуда тут стоит начинать наверно все таки обойдем зайдем с той стороны но вы смотрите друг на друга это не есть хорошо давайте через не стала попробуем войти тогда сразу вот игра сама сохранилась отлично а где можно залезть выглядывать же он не умеет да у нас ну и как я пройду тихо 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 и он прям не заметил ну ладно что творится никто не был врут кто что город но с нижним все ясно я вон на шкуре своей увидел между грузами есть узкие проходы давай через них на секунду я оп я маленькая мышка и надеюсь меня не видно о боже мой на секунду можно сохранение игры я еще раз это не пройду у меня вернись и вообще иди давай распугаешь мне все тут трехом своим только крёп начинать а куда прятаться то лево право где кто ой 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 тихо тихо ну как долго нам еще тут ласты парить так Михалыч варит только генератор глохнет на постах потому что надо было в тот раз новые свечи брать а не это барахло сэкономили бля экономисты так ой 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 привет меня здесь нет спешишь куда без света ха 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 в жизни такой дряни не видим ну и сели ждать ах это наверное за ним сразу надо идти значит он довольно таки часто ходит как дернет кнехт вырвало эй и борта куцок заодно а они сразу на дно сели вот это да да ну тебя да а дальше ну че ну че по моему они почти меня заметили да иди 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 то есть я уже всех прошел огой ой 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 а с так вот и я тихо 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 Не убивайте! Не убивайте! Я могу заплатить! Или товар! Товар! Товар возьмите! Спокойно! Свои! Баракло нас не интересует, а вот буксир другое дело! Взаймы! Если будете паиньками, сможете забрать его у моста! Все понятно? Да-да, конечно! Прикажите всем сдаться, и никто из каравана не пострадает! Быстро! Эй, кто живой там? Слушаем мою команду! Оружие сложить и сопротивление не оказывать! Вот и молодца! Приятно иметь дело с умным человеком! Вали! Отлично заработал, Артём! Артём, наши все в порядке! Ты молодчина! Кошка, откроешь? Я должен везти? Что происходит? Ну что, ребята, готовимся к плытью? Ну да! Если кто что забыл, то уж забыл! Времени терять нельзя! Ребята, удачи! Ни пуха, ни пера! Артём, смотри там! Да, удачи нам! А, о, привет! Пока! А вон тебе, да, там руки вверх подняли! А, вот, крыл! Туман гуще всего! Да и они все после заутренней сонной будут! А вот и наш мастецкий! Приближаемся! Вот там, видишь, на верхотуре самый костёр! Так! Там кабина управления была! А теперь молельня! Поближе могут выбрать! Ах, ну да! Ну и вам, значит, туда! А я пока охраняюсь с полкой! Ну, грандиозненько так! Ну, Артём, погнали! Кто первый наверху, того и тапки! Удачи! Мы его излучены, корягу поймали! Ведь порт он вверх! Ведь порт он не вверх! Артём! Князь! Аврора скрытно выдвигается на исходную! Готовы начинать по вашему сигналу! Скажите, пожалуйста, как паровоз может скрытно выдвинуться, если с него со всех щелей и дым, и пар идёт! Кто емец? Слуги сатаны! Ты как назовут, и не был! Мне в ту сторону, если я правильно понял! Удетский! Это про меня рассказывает! Так и было! Вот! Лишнего не дорассказали! Так, как ты ходишь у нас, дядя? А, так и будешь смотреть, тебя можно просто по-тихому вырубить, да? Полюбасу! Давай-давай-давай-давай-давай! Прикольно! Как вернулся в храм, скандал, устроил, но в своего добился! Теперь вместо Семёна за еретика молиться будем, понял? Ох ты! За еретика? Прикольно! Ну, Семён, а потом что? Это кого я спас? Он же обещал, что будут за меня молиться! Реально будут молиться! Прикольно, что тут всё взаимосвязано! То есть, ну, я больше чем уверен, если б я те действия не сделал, то эти диалоги были бы сейчас другие! Ты один? А, шо, деда? Ну, я, в принципе, уже много тут прошёл, фу-фу-фу-фу-фу, пока меня не спалили! Так, да, маленькая мышка, помним об этом! Первый пошёл! Я так понимаю, тут сейчас дождь неспроста так громко лупит! Ё-моё, где ты вещаешь там? Здравствуйте! Здравствуйте! Так, дядя, стой! Нет, значит, он где-то дальше, вот там вещает, судя по звуку! Кстати, мы немного качнём, на всякий случай, вдруг я спалюсь там, или что-то такое! Что, давай, иди дальше! Есть! Его тоже встретим во все оружия врагов, всегда у кого-то там есть враги, всегда они собираются с кем-то там воевать! Не, наверх, наверно! Тихо-тихо-тихо! Блин, этот сюда идёт! А-а-а, что делать? Развернись, я пошёл наверх! Блин! Пошёл-пошёл-пошёл-пошёл, давай, Артёмка! Блин, их двое тут! Всё, вроде я успел! Давай-давай-давай-давай-давай! Блин, можно было их вообще не трогать, наверное, просто пройти, да? О, здравствуй, дядя! Добрались, значит, виритики-поградни! Катерину увели и до меня добрались! Ух ты, шустрый, Артём! Слушай, мы здесь просто проездом, понял? Если наших рабочих на них стрелять не будут, мы старались ваших не обижать, кстати. А Катерина сама, она спросила, забрать её с дочкой. Ну что, всё понятно? Чего не понятно? Сначала головорезов местных извели, а теперь и за нас взялись! Стариков и детей тоже убивать будете! Или уже вдоволь крови напились! Дед, давай! Уезжайте с глаз долой! Пусть Бог вас за грехи карает, а мне надлежит пасху мою беречь! Отлично! Ты молодец! Братья, внимание! Огонь не открывать! Слышите? За стрельбу прокляну! Вот всё, что мог! Вы, главное, не стреляйте! А машинисту скажите, чтобы не гнал, мост еле дышит! И останавливаться нельзя, мост рухнет! Вам придётся прыгать, давайте уберите! Мы, как говорили с местными, нас пропустят, если не будут стрелять, зайдём валунков, а и останавливаться не будем! Приём! Приятно, где есть, начали сбежать! Всем внимание, без приказа огонь не открывается! Артём, прыгаем! Погнали! Неплохо мы сработали, Артём! Ну да! Так-то и дрезиной обзавелись, и вагоном! Волга осталась позади! Перед нами бескрайние просторы России! В последний момент мостовики, похоже, поверили, что мы не демоны и пропустили нас с миром! А она была права! Мы вторглись в их мир! И не нам его разрушать, каким бы глупым он ни казался! Электричество – грех! А чем это хуже вранья о том, что весь мир мёртв и идти некуда? А ведь с этой удобной ложью согласилось всё метро! В Ямантау мы, по крайней мере, узнаем, была ли эта ложь во благо! Ведь обещанных оккупантов мы пока не встретили! Артём! Просыпайся! У тебя каре? Артём! Тебя полковник в рубку зовёт! А я побежал! Вставай! Пора! Ковёр на стене! Ты у меня молодец! Мы ведь теперь не дома, так что лучше так и действовать! Поаккуратнее! У нас ведь людей и так мало осталось! И, может, когда-нибудь мы сможем доверять незнакомцам просто... Просто... Потому что они тоже люди! Нагрузила? Извини! Есть такое... Ладно, всё, я пошёл! Посидеть можно, ну, в следующий раз! Туда? Где рука? А, где? Что? Там дядя ТТ-шник уже мастерскую доделал! А, ты всё-таки девочка! Так здорово получилось! Да! Хорош! Сюда, дядя Артём! А, вот и мишка лежит! А, привет, Артём! Это взгляд у тебя! Слушай! Так! Удалось связаться с Ковчагом! Спасибо, ТТ-шник, дешифратор подключил! Ковчаг! Ковчаг, ответьте! Приём! Билет на Ковчаг! Назовите себя! Приём! На связи полковник Святослав Мельников! Командир отряда специального назначения! Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам! Как слышите? Приём! Да, да! Слышу вас хорошо! С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам на отснятие майор Иванов! Минутку! Да, да! Всё понимаю, товарищ майор! Проверка нужна! Отлично, полковник Мельников! Отлично! И да, простите за недоверие! Но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьёзная! Враг не дремлет! Понимаю, товарищ майор! И поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верны присяге и готовы встать в строй, как только мы пребудем в расположении! Приём! Благодарю за хорошие новости! Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа! Отделение? Так... Ну, вас понял! Ну что ж, это отлично! Отлично! Чё-то какой-то он шут гороховый! Да, много, но мы везём донесение особой важности! Мы направляемся к вам из района К-6 Альфа! Есть ли данные о силах противника у нас на пути? Приём! А, минуточку, проверю! Эм... К-6 Альфа, говорите! Так, товарищ полковник, в этом районе противника не обнаружено! К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс! Мы вас очень ждём! Я немедленно доложу наверх и уверен, что вас примет сам министр обороны! Это огромная честь! Благодарю! Если можно, пару слов! Как у вас там обстановка, майор, а? Товарищ полковник, это же секретная информация! Но, по-человечески я вас понимаю! У нас всё в порядке! Не волнуйтесь! И до встречи на Копчеге! Конец связи! Ну что, Фома неверующий, убедился? У меня до сих пор руки трясутся от нервов! Ха, подумать только! Сам министр! Артём, кстати, можешь на карту глянуть! Я-то могу глянуть, ну что ж! Поправляемся прямо в Ямантау! Катерина и Крест говорят, что пути в ту сторону в неплохом состоянии! Погнали! Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия, правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят. Нас они простят тоже. И все поедут домой. В метро. Оу, красивенько. Дрезина, что у вас впереди? Прием. А то, что вы едете по неправильному пути, вам норм? Или тут левостороннее движение? Что происходит? Почему не справа? Не разгоняйтесь там особо из-за радиации, следите. Прием. Вы видите, колесо едет не там, где надо. До сих пор не верится. Мы ведь добрались. Ну вот же ж, справа светофора, а вы едете слева. А, ну тут прям заторы. Мельник, ты как девочка маленькая, а? Мама, а мы что, здесь теперь жить будем? Не знаю, а что? Ну, вряд ли, тут руины. Мне здесь не нравится. Страшно так. Ага. Держи, что ты. Товарищ полковник, дозиметр зашкаливает. Так, всем надеть маски, пассажиры в руку и задрается наглухо. Да, конечно. Пойдем, Настюша. Понял. Давай. Ты ведь сюда столько попасть мечтал, а как правительству докладывать так без меня? Можья тебе или не дочь. Ладно, давай с нами, а то всю плешь проешь. Даже не сомневайся. Гермак, стоп машина. А, стоп, дрезина была впереди. А где вы съехали? Там только что мы видели, что нельзя было по правой стороне ехать. Жинке помочь, давай. Влазь. Оброра отогнать в безопасную зону, всем под броню. Сейчас делаем. Задний ход. Снимай остается за старшего. Он нормальный. Все в вашу возвращение. Прием. Отлично. Конец связи. Ой. Ну тут так хорошо бомбануло, да? Ну там по фонарику. Смотрите, машин столько. Ага. Со всей страны народ ехал. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстаем. Все. О, маленькая. Смотрите, как из предыдущих частей. Будь осторожен. Добро пожаловать. Ворот машины не ставить. Что-то можно идти? Нет. Нет. Смотрите. Кто? Где? Сейчас такая. Надавитесь. Полковник Мельников. Прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Остались на поле. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть загонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в Ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Да ладно? Нас ждут? Ну, сейчас он как-то более уверенно уже говорит. По радио очень палено было. А чего у них тут пусто так? Ни огневых точек, ни патрулей. Часовых даже нет. А зачем это все? Ядерная боеголовка и танец. Блин, ну тут, конечно, только дверей. Снять. Да, могли бы и прибраться. Ну, посмотрим. Центр, идем. Я тут подумал. Нечего нам всем на доклад ломиться. Оставайтесь лучше с крестом. Есть. Есть, сэр. Такой лифт большой. Ух ты. Алло, алло. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Ж, З, нет. Иклы. Ты хоть речь-то подготовил? А то, как заклинит тебя. Это же сам министр. Че на тебя? Ночь не спал. Вот видишь, ничего Артему сказать не хочешь? Да, ты был прав, Артем. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Хорош. Не такой уже у нас кряга, оказывается. Ну, с Богом. То есть сразу министр. Как много у вас тут. Два, три, четыре, пять. Там поступать кто-то будет? Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети. Но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? А-ха-ха, хорошо. Давно не было. Кто вы? В смысле, я тут троих положить успел. Мельник, давай, да. Хорош, до последнего. Что за барригены вообще? Безумный маг? Все куплено было. Я отстреливался как мог. Мне просто отобрали управление. Девку сразу раздели. Девку сразу целы. Пока. Что значит пока? Я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Какой к черту ужин? Ты что издеваешься, гад? Соткнись, доктор Говальд. Гад! Мне правительство, гнида! Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь! Вы же, вы же просто людоеды гребаные! Ой, да, подойди ко мне давай. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу! Плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Прорабатывал план, как я буду тебя бить. Пусти, тварь! Мрадик! Мрадик! Я уйду! Мрадик! В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовите к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Увы. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Давай, давай. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте. Я ведь тебя с того света достану. Очень может быть, полковник, я вполне могу вами подавиться. А, тише. Разрешите отбориться. Да я вас зубами ромать буду. Дайте мне управление. Но я сейчас вас урую. Вызачь мразьету. Да да, что могу приходить. Чего? Теперь покушаем. Надо было друг друга кушать. Вам-то что? О, наши! Хорошие. Ой, как хорошо. Хаешечку оформил. Хорошие. Конечно, сейчас за дочку тут просто будут рвать и метать. Ох, зря бы по Пашу зацепили. Да. Что, тут лутать нечего? где-то нет. У меня там нет ничего такого более стреляющего. Нет, а на калаше патронов мало. Что там, полезли? Ну что, рады сейчас нечего? Не дюймай, не держи. Не держи. Так, секундочку, секундочку, Артемку надо полечить. Артемка, лечись давай. А тут я, что случилось? А подожди-то я тут полутаюсь, мне калаши не спавнили. Я что-то там лутанул. Да я уже тут. Ну что, мы убиваем только тех, кто с калашом. Не интересен вот этого. Убиваем. это с калашом. Блин, там одессы какие-то были крутые на калаше. Вы что, с топорами, вы не интересны. Блин, ладно, в текстуру куда-то полетело. Кстати, да, такое же. А, комплекс такой же, как... Так. О. Патроны на калаш, хорошо надо. Бери фильтра вентиляционную, генераторный зал и склад. Толет хорошо выручил. Идиот, со мной в командный центр. Артем, на тебе казармы и медблок. Не вопрос, батя. Сейчас мы за Анечку тут попки понадираем нашим людоедам. Все, я пошел. Тут щадить некого. Поэтому начинаем наше представление. Та-та-та-ра-та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та-та-та-та-та-та. Открывай дверь, что ты начинаешь. Сейчас я прям вижу, как они бегут на меня, а я их чик-чик-чик. Взял. Еще желающие. Есть. Как у вас тут шмар. Такой грязи живете. Так анти-санитары я. Вы чего? Мда. Биомассы тут хватает. Борща достоин только папа. Ё-моё. Привет. Артем не нашел. Скорее каждые секунды на счету. Ну подожди о. Опа. А ты что? Что умер сразу? Еще где? У него тоже есть калаш показывает. У меня калаш с прямыми руками понимаешь? Это лучше чем просто калаш. О, стоп. И сюда тут какие-то обвесы хоть я не люблю эту пушку но пусть будут. стоп. Но потом поставим у нас тут надо мясо. Это он про себя, да? Что нельзя это взять? Почему? Патроны. Лезем полезем. О. Это что? Значит мне сюда не надо идти, да? Что мне сюда лезть? Тут же что? ничего себе туда смотри на него джекинчан именно тут паркурит он. Ага, это я вот сюда должен идти, да? Здравствуйте. Еще один стой. тут наверное еще и воняет представьте какая тут вонь. Пук обвесов на калаше. Ой, да короче, на. Одного оставим на всякий случай. В холодильничке такое. Затише перед боем, да? Долутаемся уже. Залп. О, где, откуда? только что ж где-то пробежал. что ж откроется. Ага, понял. это кто-то в очень сильной броне, да? рот закроет орел тут. что за пушка была такая? О, наша, нет? Наша. артем, я знала. Сзади. О, профессор. Вечно, вечно найдется такой герой. Никого ты не спасешь, как и остальные. Так. А ну, все, только не убивайте. Помните, я говорил, был такой экспериментар. Заткнись. Артем, ты цел? Слава Богу. Идем, доложим полковнику. Папа, это я. Аня, ты жива? Где ты? В медблоке Артем меня нашел. Слава Богу. Молодец, Артем. Куда я теперь? Там как разлип прямо по коридору. Поднимайтесь к нам, командный центр. Идем. Только не спеши. Мне надо отдышаться немного. Окей. Закрыто. Бегу, 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 бегу. Вот это называется, приехали. Я уже думала, вряд ли найдем чего похуже, чем на Волге было. Силанти этот полоумный, с фанатиками своими. Ну да, капля в море, да? По сравнению с этими. Ну где нажать? Ну нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. Вот же мразь какая. Поразительно просто. И ведь похоже, правда, врач был. Ну ничего. Посмотрим еще. И это мы точно пережили. Так что... О, отлично. Эм... Что к чему расскажешь? Аня, слава богу, я бы себя не простил. Я в порядке. Да кто же мог знать? Кто знал, что тут твари эти двадцать лет людей жрали? Ты понимаешь? А, простите. Летеха сопливый повелся. Сам министр обороны меня примет. Че славе весь мир передал. И еще честь им отдавал. Как че, блять, придумали. Похлеще наших наблюдателей в Москве устроились. Только все со своим щитом людей под землей держат, а эти... Ладно, ну дальше-то что делать будем? Грен его знает, Аня. Не знаю. Сергей, что у тебя? Нашел? Вся информация устарела. Комплексы ПВО, штабы. Связи давно нет. Но те, что светятся, минимум пару лет после войны работают. Обнизу это штаб. Каспий-1, центр связи. Еще в Новосибирске такой же отмечен. Опять какой-то бункер нас потащишь. Этого не хватило? Я не знаю, Аня. Решать надо всем вместе. Понимаешь? Попробуем же. Вы бы потерпели, чтобы чертоваться стало. Идиот, все нужное забрал. Мы уходим. Секунду. Сейчас доломаем все. В темпе, в темпе. Все готово. Погнали. Зря ты такая. Я понимаю, конечно, что тут все чуть не кончилось. Но обошлось ведь? Не-не-не-но, что обошлось, Сережа. А если в следующий раз не обойдется? Да, конечно, да. Ну, ты что, заполадник? В том ты и дело, что нет. Но хотелось бы... Он больно я к нему привязалась. Ко мне? Нет? Пока нигде. Он, как вроде даже не стреляет. А вот это стреляет. А куда хули-то летят, а? Так. Режим выписывания хэдшотов включен. Ёмор. А, это с топором, который даже не прорисовался. Ого. Что это было? Так, а вот и наши. Ага. Ого. Топор только что пролетел. Ого, у нас тут. А тут вообще просто мясо. Я не знаю, уже да, можно не тратить патроны. Несколько часов спустя. И я, кретин, поверил этим сганзы, что Москва в подчинении уставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве, полковники, а тут генералы, как салага, поверил! Сука! Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, все же вернуться в Москву. Рассказать им правду про войну, про правительство. Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечего. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артем еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так, может, пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться. Аврорика примонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники. Что спутники? Свалить с этой гребаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разметки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше. У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артем, поехали искать твое идеальное место. Трубе отъезд!